И вновь мы встречаемся с Джалом Руджевым, вновь победила команда, вновь встречаем в 6-5, как и неделю назад, Джал, я вас поздравляю с этим успехом и осенью мы снова вас увидим. Да, ну так получилось, к сожалению, были две моих очень грубых ошибки, если честно, если бы не эти ошибки, то может быть осенью нам бы даже не пришлось играть, но, к сожалению, как говорится, получилось так, как получилось, но хорошо, что выиграли, если честно, после такого количества моих ошибок. Как вы считаете, когда команда начала с большим отрывом вести в счете, может ли вы отметить какую-то расслабленность в игре с натаков? Анар Гулиева, например? Нет, если честно, и Янар, и Фуат, и Руфат, и Эльнур выкладывались на всех обсуждениях на 100%. Здесь, я думаю, у меня не было этих 100%, поэтому отчасти все вопросы, которые были на столе, были играбельными, но ребята раскручивали версии, даже те вопросы, на которые не было даже версии на столе, то есть мы близко подошли, и там не хватило буквально каких-то 10-15 секунд. Господин ведущий сегодня отметил, что ваша команда вновь начала направлять команду своего лучшего образца, как он сказал, команда нашей молодости, 2010 года, когда выигрывали, рвались в бой, у всех получалось сыграть. Что вы сделали с командой перед летней серией? Как так у вас получается? Если честно, я думаю, что здесь есть один большой момент, то, что в команде появилась Ия, и у ребят появился, скажем так, человек, который заводит команду, когда у команды не идет игра. То есть раньше это были Руфат и Анар, но у Анара был определенный спад в игре, но когда появилась Ия, ребята, уже получился так называемый триумверат, который... О триумверате вы даже ответили сегодня. Да, да, да. Не будем о темных пятнах нашей истории, но появилось три сильных игрока, которые в любой момент времени могут перехватить инициативу. Я думаю, что это положительно повлияло и на Руфата, и на Анара. Даже Анар после того, как немножко расслабился после первой игры, когда понял, что Ия может вытянуть всю игру, Анар начал молодеть и начал показывать эту игру, о которой я давно мечтал, если честно, и о которой давно просил Анара. Ну, я думаю, что это не последняя его... Надеюсь, что это не была его лебединая песня. Я надеюсь, что осенью ребята будут выкладывать точно так же, как и на этой игре. Ну, пока что рано говорить о лебединой песне. Сезон как раз-таки сейчас в самом разгаре. Мы к Экватору приближаемся, восьмая игра из семнадцати. И вот Экватор мы перейдем тоже вместе с вашей командой осенью. Скажите, а вот вы решили в третий раз играть, потому что вы чувствуете уверенность в силах вашей команды, либо это тактический ход? Я, если честно, про тактику не в прошлом, не в этом сезоне, я не думаю. Я больше ориентируюсь на эмоциональную составляющую команды. Я вижу, что у ребят пошла игра, и я не хочу, чтобы как перерыв между играми ребят как-то потушил. Я надеюсь, что осенью мы покажем как минимум такую же игру, но, надеюсь, счет будет уже не шесть-пять, а что-то получше, после чего можно будет уйти на осенние каникулы. Желаю, большое вам спасибо. Еще раз поздравляю с яркой победой, со второй победой подряд. И до встречи с вами и с вашей командой осенью. Спасибо большое. Надеюсь, что мы не разочаруем наших болельщиков.